Всем привет! Сегодня мы вышли на прогулку, пойдем гулять по близлежащим деревням Виа Весиосы. Вот она сама сверху, наш город. И мы прошли немного дальше, в следующую большую деревню, и пойдем уже не по обычной большой дороге, а по маленькой, и посмотрим совсем маленькие деревни, которые, тем не менее, находятся очень даже близко с городом. Ну и, конечно же, путь наш пролегает мимо красивой церкви и старинной Баманди. И вот тут вот, конечно, прям видно, какое оно все старинное, но, тем не менее, очень красиво. Путь наш идет по вот такой вот дороге, мы буквально совсем немного отошли, и уже встретились туристов. Вот уже такой первый домик. Сегодня погода прекрасная. и вот такой вот наш путь. Тут даже названия никакого особо нет еще у этой деревни, но уже вот такой стоит большой красивый дом. Тут еще и значок пути Сантьяго. Прямо на дереве. Ну, судя по тому, что название мы не обнаружили, видимо, это относится тоже к командирной. Я хотела показать вам вот эту вот постройку, которая популярна на севере. Эта штука продается, все время прилетает ее название. Рома говорит, что продается она за 6 тысяч, и вроде как ее даже можно как-то там в жилое переделать, то ли оно уже жилым считается. В общем, если кого-то интересует, пожалуйста. Вот, ну и там тоже дальше дома. Там тоже домик видно. В общем, тут так интересно побродить, конечно. Получается, где вот эта постройка, здесь вот еще продается участок. Домик там, тут такая небольшая улечка пошла. И вот тоже продается. В общем, тут так нормально всего продается, но цены надо звонить, уточнять. Вот еще значок пути Сантьяго. Такой красотой невозможно не делиться, потому что то, что на камере в жизни, просто невероятно. Стоять так сверху, смотреть. Нашу сегодняшнюю такую обычную прогулку мы решили, так сказать, провести с пользой, тоже посмотреть. Ну, Рома больше тут уже видел, он обычно тут захватывает всякие деревни всякими прогулками своими, когда в походы ходит. Вот. И сегодня вот решили не просто наш обычный маршрут пройти, а пройти по деревням. Тут, конечно, немножко в город надо идти, но тем не менее оно там стоит. Очень красиво. Небольшой ветерочек у нас, но при этом не холодно. Даже если вы отправитесь по пути Сантьяго и, допустим, видите вот такой вот, ну, или значок, и подумаете, что вам нужно сюда, то нет, здесь вас тоже подстрахуют. И покажут, что нет, и так идти по большой дороге. Вот. Поэтому можно идти даже без навигатора, без всего как бы все продумано. Мы, на самом деле, хотели бы пойти, но, не знаю, получится такое когда-нибудь или когда вообще. Но, на самом деле, нас эта затея очень-то привлекает. Поэтому мы с мужем сходили. Вот тоже там вот виды красивые. Домик вот стоит. Казалось бы такая прям деревня, маленькая совсем. Тем не менее, хорошо люди живут. Вот еще очень красивый домик. Заплетается так. А на даче чата. Вот такой вот вид, потому что, как я говорила, мы немножко в город идем. на наш город и у кого-то вот дом. Прям с видом. Мы хотели сидеть, но там как бы машины, люди не стали этого делать, но у них прямо со двора вот такой вот вид. Конечно, круто. Ну, а мы идем дальше. Тут еще дома. Все такие большие, достаточно новые. Вот чьи-то яблоневые сады. Вот у людей теплица. Наверное, что-то выращивают. Не видно. Закрыто. А вот так, если пойти в другую сторону, там тоже, получается, домики. Тоже все так достаточно заселено. Хотя, как бы здесь обычно, ну, видно, что большие зазоры между домами. Ну, участки там, где-то между ними сельхоз, участки. Где-то нет. И вот тоже видно город. И курочки кричат. Тут уже прям ощущается атмосфера деревенская. Как все-таки прекрасно весна в истории. Вообще просто. Тут такое все зеленое, такое все красивое, что хочется, конечно, снимать и снимать. Все невероятно. Вышли мы уже, получается, вот из Аманди. И пошли немножко уже в другую сторону, через другую деревню. Тут тоже такие виды. И пошли мы в другую сторону, чтобы посмотреть там по каждой, чтобы нам выйти, чтобы очень далеко тоже не заходить. Пойдем к маршруту рута Лос Малинос. Это вот, если помните видео, мы когда ходили к водопадам, где вот эти всякие лешики, которые выглядят как заколдованный лес. Вот мы сейчас пойдем туда. Так понимаю, по каждой поняли, что мы захватим небольшую его часть. И будем выходить это недалеко-то от нашего города. Но, тем не менее, мы сегодня очень такими окольными путями дойдем туда. Вот. Летом, конечно, мы все-таки сделаем полный маршрут. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь, подписывайтесь. Кто не видел этот ролик про заколдованный лес, посмотрите. Это у меня нет эмоций, чтобы описать. Мы, конечно, были очень удивлены. Очень в приятном смысле. Просто такие места загадочные, очень красивые. Нам такое. Конечно, очень-очень нравится. И если есть возможность, конечно же, их посещайте. Вот. Так что мы идем. Потому что мы уже знаем, у меня дорога. В общем, тут, что хорошо, здесь вот такие вот дороги. Можно нормально ходить. Везде причем. Да, вот. Так что сегодняшняя наша прогулка прям-таки выходит отличной. Тоже красивый домик. С цветочками. Все ухожено. Здорово. Вот тоже все ухожено. С цветочками. Инжир. Значок пути Сантьяго. И еще один полицейский лежать. На самом деле, мы уже этим проходили. Но не стала его снимать. Думаю, что-то, конечно, необычное. Ну да ладно. Но нет. Он тут, как оказалось, не один. Здесь вот, видимо, один из таких участков, где нельзя строить. Тем не менее, люди вот себе облагородили. Поставили вот такой какой-то со всеми не мини. Потому что он какая-то односпаленка. Качели. И, видимо, он приходит приезжать сюда отдыхать. Очень здорово. Там вроде есть какая-то постройка. Но не факт, что он относится к этому участку. Вот еще дом. У него просто шикарнейший вид. Вот такой. Вот тебе лес из эвкалиптов. Вот тебе деревеньки. Виды. Их там огороды, поля, участки. Вот ближайшие. Вот там более дальние. И, конечно, с таким видом жить. Кайф. Сначала идешь вверх-вверх. А потом вот такие вот крутые спуски вниз. Там вообще еще круче. Вот так вот просто идешь, спускаешься. Но проходим мимо эвкалиптов. Здесь их так активно высаживают. И потом через лет 10 собирают прибыль. Потому что цена одного дерева 30 центов. А когда оно вырастает, лет через 10-12 одно дерево уже будет выходить 100 евро. Вышли мы откуда-то оттуда. На самом деле мы не прям возле этого, этой маршрута вышли. Рута Долос-Молина. Туда немножечко дальше. Буквально за вопрот. Уже будет она. Здесь вот речка. Туда уже Аманди. И, соответственно, туда мы. И мы уже пойдем в сторону дома. Так что надеюсь, вам было интересно тоже прогуляться со мной, с нами. Рома тоже снимала. Я думаю, у него тоже будет ролик на днях. Поэтому надеюсь, что вам было тоже интересно. Не забудьте подписываться на канал, на инстаграм. В общем, все как обычно. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok